По программе «Одарённые дети» работает педагогический коллектив «Средняя школа номер 25». Её приняли здесь пять лет назад и за это время уже смогли достичь определённых результатов, о которых говорят с гордостью. Наши дети принимают огромное участие в конкурсах очных, заочных. 23 призовых места в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады. Самое большое количество в городе. Конечно же, это результат кропотливой работы учителей. Сейчас школа готовится наградить памятными значками и дипломами участников и победителей Международной Олимпиады по основам наук. В 9-й Олимпиаде 300 учеников 25-й школы смогли дойти до финала, показав хорошие результаты. Работа с одарёнными детьми здесь ведётся не только во внеурочное время. Задача для учителей – суметь разглядеть в каждом ребёнке способности и задатки. Эта программа в настоящий момент стала очень популярна. Не только в Москве эта программа работает, по всей России, в том числе и в нашем городе. И Центр детского творчества – одно из учреждений, которое стало площадкой для развития одарённых детей в Уссурийском городском округе. Более двух тысяч ребят ежегодно приходят на занятия в Центр детского творчества. На выбор около 40 кружков – секций и объединений, где каждый может проявить свои способности. С детьми работают и психологи. Видов одарённости – несколько. Она бывает творческой, интеллектуальной и спортивной. В Центре детского творчества ведётся база, где записываются все одарённые дети. То есть педагоги с ними работают, мы их развиваем и ведём вплоть до профессиональной самореализации. Развитие талантов детей нужно поощрять. Для этого в округе проходят ежегодные олимпиады и конкурсы. С успехом участвуют уссурийские дети и в конкурсах краевого, всероссийского и даже международного уровней. Наталья Зайцева, Анна Маринец и Игорь Антонов. Телемикс.